В этом году за 31 место в городском собрании Нарвы будут бороться три партийных списка и три избирательных союза. А самыми крупными игроками этого сезона является Центрийская партия, собравшая 100 кандидатов, и избирательный союз Наша Нарва, собравший под свое крыло 61 кандидата. Союз Наша Нарва вчера провел публичное представление своей предвыборной платформы и представил основной состав своего списка, который возглавила ректор Академии МВД Катри Райко. А в компании с ней молодые активные норвитяне. Это большой и длинный список, я сказала бы. У нас люди в очень разных сферах, профсоюзов, предпринимателей, учредителей, молодежных работников, спортсменов, костчиновников. Единственное, которого мало, это люди, которые работают в городских структурах. И что важно, что в списке очень много молодежи. Педагог и певица Дарья Карпина, тоже вошедшая в список союза Наша Нарва, планирует поднять актуальные в сфере образования вопросы в ходе своей кампании. Мое основное направление, это там, где я больше всего разбираюсь, это, конечно, образование. Это создание, развитие создания единой гимназии, это бесплатные детские садики и, конечно же, питание учащихся. Центристская партия, собравшая 100 кандидатов, как они сами отмечают в честь 100-летнего юбилея Эстонской Республики, выходит под лозунгом «Мы работаем» и обещает развернуть в Нарве грандиозное строительство. Мы обязательно построим государственную гимназию для обучения школьников в системе 60 на 40. Мы обязательно построим многофункциональный спортивный комплекс и бассейн, водный центр на Ореховой горке. Через неделю стартует активная фаза предвыборной агитации. Нарвитяне столкнутся с лавиной самых разных обещаний. Кандидаты будут бороться за каждый голос избирателя. Ну а что ждут сами нарвитяне от этих выборов? Честно? Ничего. Ну, совсем ничего. Чтобы пришли наши руководители все новые. Они очень давно. Они уже, знаете, обесценились. Вот как депутаты, они просто обесценились. Часть горожан ждет перемен, а другие уже и не верят ни в какие перемены. А кто просто живет в стороне от всех политических процессов? Обновится ли состав городского собрания Нарвы? Займут ли депутатские кресла молодые и активные нарвитяне? Узнаем вечером 15 октября. Сергей Степанов, Артемий Фомин. Специально для Кофе Плюс.